Итак, ребята, теперь я хочу, чтобы мы с вами кое-что посмотрели, чтобы вы понимали, о чём речь. У нас пока это с вами не написано. Я забегаю вперёд, но объяснение надо сейчас. Допустим, я сейчас добавляю комментарий, да? Сейчас мы просто разберём механизм. Вот, да? То есть добавляется комментарий. Вот, от коммент он добавился. Теперь, чтобы это происходило, нам надо создать переменные. У вас вот этого ещё нет. Давайте попробуем сделать и поработаем в Юпитере. Сейчас начинаются более сложные вещи. Мы с вами открываем админку нашего проекта. Если посмотреть посты, да, у нас они есть. А вот комментариев нету. Давайте добавим несколько комментариев к... Давайте к первому посту. Главное потом ID. Пусть авторы любое. Так. Вон и коммент. Коммент нету. Попробуем сохранить. Так. У нас ответ. Ага, подождите. Давайте мы сделаем так. Репли-коммент. Пока добавим бланк. Только потом не забудьте убрать. Потому что вам же не надо, чтобы пустые комментарии отправляли люди. Бланк равно истина. Главное потом не забыться убрать. Это в коммент модели, да. Репли-коммент. Теперь. Оно обновилось вроде. Сейчас попробуем. Если нет, так с базой данных поработаем. Так. Давайте-ка обновим. Вот. Сохранился, да. То есть, поняли. От коммент. Первый пост. Вы свою запись выбираете. Тво-коммент. Ну, лайки нам сейчас не надо. И здесь сохраняем. Итак, у нас два комментария. Два комментария на первый пост. Теперь давайте-ка подключать Юпитер. Подключаем. Так. Пока. Вообще-то можно. Мы с вами это делали. Я по-своему подключаю. И, да, если не будет что-то срабатывать, то, возможно, добавьте вот эту вот строку. Я вот остановите и добавьте. Если будет выдавать ошибку Async, вот такое слово будет, то раскомментируйте и все. Это вот мой алиас, который я добавил. Теперь новый Django Shell Plus. Далее файл. Сохранить как. Блок Views. И вот так. Post Detail View. Чтоб мы могли различать. Теперь поехали делать. Итак. From. Можно было скопировать. Django DB. Import. Это то, что в моделях в первой строке везде пишется. Models. Нашу модель. From. Блок. Models. Import. Сразу. Post и Comment. И нажимаем Shift Enter. Теперь давайте смотреть, что у нас здесь есть. Во View. Вот смотрите. Handle Page. Да. Мы здесь Get. То есть идет обращение. Я сейчас открою. Мы сейчас будем с вами разбираться. Как мы будем создавать переменные с Related Name. Значит. Вот я открыл то, что попалась первая документация разработки. И давайте вспомним. То есть, по сути дела, Related Name это имя обратного отношения к нашей модели. Давайте откроем нашу модель. Вот смотрите. То есть, вот наша модель Post. Да. Post. Теперь перебираемся к модели Comment. Смотрим первое поле. Да. Post. Здесь у нас указано Related Name, Comments, Block. Через нижнее подчеркивание. То есть, это обратное отношение к модели Post. Вот она указывается в комментариях. Иными словами, в ту сторону. Если проще. То есть, комментарии, к какому посту будет отслеживать, сделано. То, что мы сейчас заполняли. Выбирали первый пост. И Related Name указывает именно на это. Если бы мы не записали Related Name, то согласно документации Django, я не помню, это мы говорили или нет. Джанга все равно бы создала отношения. А где оно делось? А, вот оно. Джанга все равно создала отношения. Вот как здесь показывается, это мы не будем делать. Мы, по-моему, это делали. Модель в данном случае называется Entry. А вторая модель Block. Она бы создала Related Name. Название модели нижнее подчеркивание Z. Тоже неплохо. И дальше работает выборка объектов. То есть, то, что мы с вами сейчас и проделаем. Выборка объектов. Мы с этим работали. А как раз сейчас будем закреплять. Но, если вы посмотрите, то вот Comments Block, допустим, мы уже более осмысленно. То есть, более читаемо. И мы четко понимаем, что это Related Name, что это обратная связь. То есть, удобнее использовать. С этим разобрались. Теперь давайте работать. То есть, опять возвращаемся во вьюху. Сейчас, потому что будем писать. И мы видим первую переменную HandlePage. Возьмем ее. И здесь уйдет Get. То есть, обращение конкретной страницы. Если она не находится, то возвращает ошибку 404. Мы сейчас более упростим. Берем пост. У нас что там в моделях? Идет пост. Правильно. Берем пост. Ведь нам надо обратиться к чему-то. Пост. Обращаемся. Object. Здесь идет модель, которую мы проимпортируем. Object. Возможно, это мы упустили. Но я сейчас объясню. Это менеджер выборки. То есть, иными словами, когда мы пишем ключевое слово Object. Это утилита, которая умеет выбирать поля с базы данных. Здесь особо-то и ничего не... Далее Get запрос. И мы берем, только угадаем нет. Сейчас по ID присвоить значение 1. То есть, запись первая. Сейчас посмотрим. Все. Прошло. Потому что, допустим, если мы поставим запись 10... Стоп. А, ну тоже прошло. Он там, видно, выводит ошибка. Надеюсь, что пройдет. Отлично. Теперь. Хорошо. Запись. 177. Странно очень. А, ну вот. У нас 177 записи нету, то оно пишет, что пост матчинг... Ну, нету такой записи, короче. Поэтому я и сказал, что что-то играйте с цифрами, да. Кайо записи все удаляли с базы. То, может быть, вторая, но первая уже снова не будет. Теперь мы берем... Посчитываем комментарии, да, которые есть в записи. Total comments. Comments присвоит значение. И вот сейчас мы используем... Post. Не, мы делали как? Так, мы здесь делаем... Вот как и у нас есть... HandlePage. Теперь мы используем... Так, оно изменилось, поэтому чтоб отображало... HandlePage. Теперь мы используем, чтобы получить доступ... Значит, RelatedName. То есть, обратно, как соотносится. И у нас... Как раз это и есть... CommentsBlog. То есть, с моделью комментариев, да, обращаемся к посту. RelatedName она найдет. CommentsBlog. И метод Alt. То есть, вывести все. Давайте попробуем. Сначала... Забрать Total Comments. И... Вот. Первый пост. Вот. Один комментарий. Два комментария. Да? Все правильно. Теперь, если бы мы попробовали здесь поставить... просто пост, то у нас навряд ли бы что-то получилось. То есть, мы получили без включения. Значит, этот объект не имеет атрибута Al, да, то есть, метода Al. Почему? Потому что здесь вот, когда в обычном смысле мы выбираем, берем модель с большой буквы, которая начинается, используем менеджер, да, а менеджер умеет выбирать с модели, а RelatedName, он же не выбирает с модели, он отслеживает обратную связь. Поэтому при использовании RelatedName нам надо обязательно обратиться к записи. То есть, запрос Get, то есть, обратиться к конкретной записи, чтобы ее забрать. В данном случае, когда мы здесь действуем, мы тоже самое действуем, только обращаемся при помощи функции, которая обращается к конкретной записи, обращается по ID, который у нас приравнен к ПК, да, то есть, это вы понимаете. Поэтому надо понимать разницу, что когда мы работаем просто с моделью, там мы используем Objects, да, то есть, это менеджер, который умеет работать с полями модели. Если мы хотим, работаем с ForeignKey, именно в данном случае, как мы видим, мы работаем с ForeignKey, то есть, это многие к одному. Иными словами, это вы понимаете, что человек может оставить комментарий к первой записи, к второй, к третьей, то есть, человек один, а комментарии к разным записям. Поэтому получается многие к одному. То есть, здесь мы используем, еще раз повторяю, RelatedNary, то есть, обратную связь из комментариев к модели Post. Из модели комментариев, вот поле у нас ForeignKey, к модели Post. То есть, она обращается к модели Post. Дальше, если нам надо, мы могли выводить там уже, это сейчас, сейчас мы не отслеживаем, к Title обращается, просто обращается к модели, да, к модели Post. Дальше можно выводить, использовать там по дате, по другому, по чему, почему угодно. Сейчас мы это проверим. Просто пока надо понять вот этот момент. Разобрались. Поэтому мы ставим Post. Именно для этого мы просто немножко изменили подход. HandlePage. Мы изменили подход, создали переменную HandlePage, обратились к модели Post.Object.Get, конкретной записи по ID. И давайте вот ради интереса посмотрим, обратиться к ПК. Я не использовал это. Ну, тоже должно работать. Но мы будем по ID обращаться просто к привычной. Да, то есть, ПК и ID здесь они друг друга находят. Мы обратимся пока по ID. Отлично. И вот мы получили все записи. То есть, с одной стороны, Django обратилась к каждой странице, а потом ко всем страницам, которые обратилась, то есть, ко всем записям, вывели, да, то есть, общее количество комментариев. Тьфу, не так сказало. Мы обратились записи и при помощи RelatedName вывели общее количество комментариев. Там будет 10, 11, и все, что будет в комментариях, оно выведет. Теперь мы можем дальше продолжить, да, продолжить создавать. То есть, берем CarrySet, то есть, это у нас выборка, мы с ней работали, да, и здесь у нас есть куча методов. Как правило, используется немного, в большинстве своем мы будем несколько методов использовать. Ну, теперь давайте посмотрим. Смотрите. Мы начнем использовать сразу фильтр. Мы его смотрели, да, то есть, здесь есть объяснение. Разбирали, поэтому я сейчас буду говорить. А вы в домашнем задании сюда возвращаетесь и все опять проделываете. Так будет результат. Если не будете делать, я просто это знаю, поэтому и мы с вами делали. Я сказал, единственное, мы потренируемся. Вот мы с вами и тренируемся. То есть, ставим точку, берем метод фильтр и потом смотрим на нашу модель. И нам надо выбрать комментарии, но не обращать внимания на ответы, да. То есть, у нас на наши комментарии мы будем дальше писать, что можно будет отвечать. Получается, как бы, такая лестненька. И сколько хочешь, человек может отвечать, сколько угодно. И будет такая вот переписка более явная, да. То есть, мы берем фильтр и пишем. Значит, репли. Коммент поле не учитывать. И уже, и уже, давайте-ка мы попробуем shift enter, да. И опять total comments, total comments. Выведем. То же самое вывело, да. Правильно. Просто у нас оно не написано. А если бы было написано, у нас вот эта функция, которую мы еще не написали, что было бы уже ответы на комментарии, у нас бы уже использовались. То вызвало бы исключение. Но мы можем и дальше продолжить. Теперь мы дальше соображаем, как бы мы хотели выбрать. Мы хотим выбрать все комментарии по ID. Можно, если бы мы делали, ну сейчас посмотрим. По ID. То есть, мы берем, что делаем? Выбрать. Смотрите потом, там метод. Мы его тоже изучали. Order by, да. Выбрать. По определенным параметрам. И. Ставим как строку. ID. ПК тоже будет работать здесь. И теперь проверяем. Да. Вот идет первый и по второй. Добавляем минус. Смотрим, что. Раз. Два. Изменилось. Теперь второй, потом первый. То есть, изменился порядок. Я бы дальше мог продолжать, что бы мне в голову взбрело. Допустим, захотел бы выбирать по какой-то дате, да. Я бы еще добавил. Опять. Order by. Так. Вот. Минус, допустим, data create. И оно тоже работало. А не, не работает. Почему? Ага. Все. Будет работать. Потому что я здесь поставил, не поставил точку. Здесь у нас было. А, у меня два получилось order by. Вот. Будет работать. Так. Литерал. Что-то. Ага. Вижу. Просто. Сейчас будет. То есть, тоже поработал. Но у нас сейчас добавили им посты только что. Если было, то мы бы увидели. И так далее до бесконечности. Чтоб я себя придумал. То есть, здесь мне помогли приходить куча идей. Я, например, подумал, что мог бы сделать для людей просмотры комментарии. Либо по поиску. То есть, полей взять. Ну, в общем, что хотите можно сделать. Надо просто, просто серьезно, как я говорил, потренироваться с выборкой. Сейчас мы это делаем практически, но надо посидеть на этой странице с месяцок. Тогда будет толк. Но принципиально вы должны были понять использование related name. То есть, есть пост, первая модель пост, есть модель комментариев. На их месте могут быть абсолютно любые варианты, любые модели. Но смысл будет один и тот же. Сначала идет обращение к извлечению конкретной страницы, то есть get-запрос. Далее ставится это как переменная. После ставится related name, то есть отношение к этой модели, обратная связь. И далее метод, что мы хотим сделать, допустим, вывести все. И далее пошла выборка по каким параметрам. Все несложно. Проделайте, посмотрите еще раз на модели, все поймете. Теперь давайте писать. Проделайте.